Нефтяная компания ЮКОС была приватизирована его бывшими владельцами незаконно. Об этом после долгих лет молчания заявил экс-руководитель правового управления Дмитрий Гололобов. Он подробно описал, как организовывались аукционы, в результате которых ЮКОС заполучила команда Ходорковского. Тему продолжит Анна Редькина. Сначала Минотеп, затем Роспром и через год сам ЮКОС. Карьера на зависть многим в родной Твери. Дмитрий Гололобов долгие 9 лет работал с высшим руководством, на то время второй крупнейшей нефтяной компанией России. За что и поплатился. В 2004-м след за Ходорковским собрал чемодан и уехал в Британию. Теперь спустя годы решил все-таки дать свои показания. И первое интервью российскому госканалу. Я назван основным свидетелем и очень важным в решении Гаагского суда, которое было там несколько лет назад на 50 миллиардов. Но ни одна из сторон меня в процесс не пригласила. Я не знаю, по каким причинам не пригласила, но это так. Вот. Я то же самое, что сейчас, сказал бы и тогда. В общем-то, никакой разницы нет. Я не нахожу каких-то соображений того, что то, что я знаю, то, что я представил, надо скрывать. Это совершенно открытая информация на 95%. Впрочем, даже той информации, что просочилась в прессу, оказалось вполне достаточно, чтобы произвести форор. Соцсети с удовольствием смакуют неприглядные подробности биографии Ходорковского сотоварища. Сговор миллиардной взятки, уничтожение улик и вывод активов. Путь в тысячу незаконных или цель обогащения. На страницах меморандума, его мы получили от российских адвокатов, беглый олигарх и его соратники предстают беспринципными мошенниками. Как вам, к примеру, такой эпизод. До ликвидации значительная часть активов Банка Минотеп была переведена в отдельное банковское учреждение Минотеп Санкт-Петербург с целью их сокрытия от кредиторов Банка Минотеп. Для того, чтобы скрыть передачу от управляющего олигархи, уничтожили большую часть документов Банка Минотеп, отправив грузовик в приток Волги. Большинство документов якобы унесло течением, и многие кредиторы и клиенты Банка Минотеп в результате не смогли вернуть свои средства. Комментировать сам меморандум до суда наш собеседник не стал. Да и дело здесь не только в Фемиде. Международный розыск не располагает к долгим беседам. Дмитрий Гололобов все еще в списках Интерпола. Впрочем, от этого его показания для нашей страны не теряют свои ценности. Куратор обновленной команды российских юристов Андрей Кондаков в беседе с нами отметил. Свидетельство Гололобова вместе с личной перепиской олигархов и новой порцией финансовых документов — вот он, залог успеха в непростом предстоящем процессе. Каждая страница, каждое слово может только использоваться в подкреплении нашей аргументации. Что добавил Гололобов в эти показания? Первое. Красочно на конкретных примерах осветил, как незаконно был приватизирован ЮКОС. С какими нарушениями соответствующих указов президента и распоряжений правительства. Второе. Какие конкретные элементы экономического законодательства России или законы и распоряжения были нарушены. Отдельное внимание в этом процессе — на деятельность ЮКОСа в США. И здесь показания Гололобова как нельзя кстати. Ведь махинации руководства в деталях он изучил именно в командировке в Америку. В 2002 году ЮКОС отправил в новый свет рабочую группу для подготовки размещения выпуска депутатарных расписок третьего уровня. Цель — получить возможность привлекать капитал напрямую через биржу. Среди своих миссию называли проект «Вояж». Раскрытие информации и то, что мы должны были сообщать в американскую комиссию по рынку цены бумаг, было совершенно одного уровня. Когда мы говорим о БДР третьего уровня тогда, то это было совершенно другой уровень открытости информации, совершенно другие, принципиально другие риски. Тогда у ЮКОСа были все шансы добиться успеха. Небиржевые расписки, выпущенные за год до того, пользовались ажиотажным спросом. Но листинг так и не состоялся. Официально из-за слияния с Сибнефтью, впрочем, внутренние документы ЮКОСа, оказавшиеся в распоряжении наших адвокатов, показывают дело совсем другом. В этом письме Михаил Ходорковский сам признается, детали российской приватизации американцам лучше было не раскрывать. Но сами юристы, как ни старались, так и не смогли придумать способ утаить часть истории по нужной форме. Михаил Борисович, мы должны принять решение по поводу выхода на американскую биржу. На прошлой неделе Брюс сказал мне, что вы попросили его прекратить все переговоры с комиссией по ценным бумагам и биржам. И отдельно отметили, что мы ничего никому не отправляли, так как информация, в особенности о структуре акции о владении, может подсадить нас на американский крючок. Олег, если юристы не подтвердят мне, что мои личные риски будут ограничены разумным сроком, я не буду подписывать форму Ф1. Я не хочу попадаться, я об этом предупреждал. Защита олигархов, да и сам Ходорковский настаивают. В лихие 90-е все шли против закона. И ЮКОС не исключение. Впрочем, здесь дело в масштабе. В показаниях Гололобова говорится, Ходорковские сотоварищи потратили 2 миллиарда долларов на взятки, чтобы прибрать к кругам ценный актив. Приватизация первичная, она во всех странах проходила с проблемами, во всех. В некоторых странах происходила компенсационная система, например, возьмем Великобританию, так называемый налог на дутого ветра, ну или как бы налог на, соответственно, такую приватизацию достаточно вздутую. Какие приватизации было в США, тоже общеизвестно, да. Но даже вот в этом фоне, достаточно такой проблемной приватизации, залогы аукционы стоят отдельным, на отдельном месте, потому что в результате их очень крупные объекты были переданы в собственность и сконцентрированы. При этом особенной даже финансовой отдачи государство не получило. Более того, в некоторых случаях она играла против своего интереса. Такая любовь к офшорам и подставным компаниям в итоге не пошла на пользу бывшим акционерам ЮКОСа. Наши адвокаты сумели доказать в ГАГе, ИСЦ и никакие не европейские предприниматели. Пусть их компания и зарегистрирована на Кипре или в Британии. Показания Гололобова, к слову, подтверждают Лебедев, Брудно, Дубов и Невзлин, все еще контролируют деньги ЮКОСа. Так кому же в таком случае нужна компенсация? Три компании – это классические подставные компании, которые с первого дня контролировались бывшими акционерами ЮКОСа, создавались для нескольких целей. Для сокрытия конечных бенефицаров, то есть владельцев акций ЮКОСа, для помощи в деле массового ухода от налогов. И вот потом неожиданно третий момент открылся, с помощью этих компаний были поданы иски в отношении России. Но и сейчас Ходорковский спустя 11 лет вошел в список самых богатых от Форбс. На соседних строчках оказались Лебедев, Дубов и Брудно. Наш свидетель уверен, это еще одно доказательство. Старые грехи никто так и не отпустил. То, что Михаил Борисович вернулся в список Форбс, это абсолютно, по-моему, так сказать, рационально. Он же не платил никаких денег в процессе, он же не возмещал никаких убытков. Ни он, ни Лебедев. Почему бы им не вернуться в список Форбса? В конце концов, они столько лет были владельцами ЮКОСа. Я подозреваю, что у Михаила Борисовича есть абсолютно открытые вложения. В пресс-службе Ходорковского нам заявили, оценивать собственные подвиги бывший бизнесмен не собирается. Я не читала Гололобова, так как и не читала его никогда в жизни. И не собираюсь это делать впредь. А Михаил Борисовича никакого комментария не будет. Его это вообще никоим образом не касается. Не касается в том плане, что Михаил Борисович не является пенесистаром этого источника. Дар по имиджу пришелся как нельзя не кстати. Популярность Ходорковского в Британии только-только пошла в гору. После того, как якобы гонимый Россией, общественный деятель, расширил круг тем и стал комментировать Брэкзит. Но пока почтенная публика смакует подробности с замиранием сердца, ожидает начала процесса, сам Ходорковский предпочитает молчать. Вторая Родина, Соединенное Королевство Сплетен, не лучшее место, чтобы перезимовать скандал. Анна Редькна, Мария Новикова, Вести.